Сегодня только здесь, в глубинке, осталось что-то русское с нашими пониманиями о чести, о достоинстве, об отношении к нормальным человеческому. Драматический театр в Котласе с его золотым актерским составом и профессиональными постановками – то, за что нужно сегодня бороться. Всем вместе и на всех уровнях, подчеркнул Андрей Палкин. Разговоры о капитальном ремонте учреждения ведутся не первый год. Вот только стоит ли овчинка выделки, обветшалое здание, расположенное вблизи железнодорожных путей, легче снести и предусмотреть для нового театра место в новом микрорайоне, считают котласские артисты. Даже если снести все стены и воздвигнуть все новое, так же театр долго не простоит. Поэтому, мне кажется, не надо тратить деньги, которые без конца у нас тратятся, на ремонт, на такой-сякой. Надо думать о том, чтобы заложить новый театр. Федеральная субсидия поможет в реализации программы «Школьная классика в театре». В планах коллектива – подготовка спектаклей для детей и подростков. Основой для них станут сказки Александра Пушкина, Ганса Андерсона, а также произведения Федора Сологуба. Четыре постановки должны появиться в репертуаре драмтеатра в 2017 году. Одна из самых ожидаемых – недоросль Дениса Фанвизина.